Привет всем! Вы смотрите Математику и канал Тутор ТВ. Наверное, вы уже видите тему за моей спиной. Это общий знаменатель. И многие подумают, зачем мы занимаемся такой элементарщиной. Но, как показывает практика, на всех контрольных, самостоятельных и экзаменационных работах ошибки допускаются именно в этой теме. Вся история с общим знаменателем начинается в далеком пятом классе, когда начинается изучение дробей. Скажем, нас будут просить сложить 3 восьмых и 5 шестых. Как же находить этот общий знаменатель? Есть несколько подходов. Перебирать числа, которые будут делиться на 8 и на 6. Вот прям перебором. Или же взять больший знаменатель 8 и начинать постепенно умножать на 2, на 3, на 4 и проверять, а будет ли результат делиться на второй знаменатель. Вот, например, 8 на 6 не делится. Значит, мы восьморку умножим на 2, будет 16, 16 на 6 опять же не делится. Умножаем на 3, 24, и 24 поделится на 6, и, о чудо, мы нашли общий знаменатель. Вот такой подход. И есть универсальный подход, который я пропагандирую. Это разложить вот эти вот знаменатели на простые множители. Например, восьмерка что-то такое. Это 2 на 2 и на 2. Максимально простые множители. И взять шестерку и тоже разложить на простые множители. Это 3 на 2. Конечно, для таких маленьких чисел, может быть, этот подход не кажется рациональным. Как только числа увеличиваются в знаменателях, вот этот метод перебора может превратиться в ад. И вот этим перебором можно заниматься чуть ли не полдня. Поэтому вот этот самый универсальный подход, который будет как раз полезен, когда мы перейдем к лейбраическим дробям. Ну, разложила я на простые множители. А дальше-то что? А дальше мы начинаем собирать общий знаменатель. То есть берем знаменатель в разложенном виде, к примеру, первого знаменателя. 2 на 2 на 2. И дополняем теми числами, которые есть во втором знаменателе, но без повторений. То есть, например, вот этой тройки пока еще не было. Значит, мы ее выписываем. А вот эта двойка уже написана. То есть одна двойка у нас есть. Поэтому второй раз писать ее не нужно. Вот он, общий знаменатель. Не буду торопиться его тут умножать. А сразу буду писать дополнительные множители. Как понять, какие множители дополнительные? Надо сравнить то, что стало, с тем, что было. 2, 2, 2. А в общем у нас 2, 2, 2, 3. То есть добавилась новая тройка. Сравнили. И то, что новое, дописываем сюда. Здесь такая же ситуация. 3, 2 есть. И две двойки – это новое. 2 на 2, 4. Значит, дополнительный пошел 4. И теперь собираем числитель. 9 плюс 20. Получается 29. И, кстати, если не торопиться вот этот вот знаменатель перемножать, то, получив вот это число в числителе, можно сходу сокращать вот с этими множителями. Но так как здесь у нас ничего не сокращается, потому что число 29 такое кривое, получается, что у нас 29, 24. Вот и результат. Да, может быть, на первый взгляд может показаться, что методика такая, какая-то сложная и длинная. Но нет, это то, что действительно объясняет вот это нахождение общего знаменателя. И теперь один парадокс. Вот то, как я сделала, то есть нашла общий знаменатель, а потом уже дополнительные множители и сделала числитель, отличается в корне от того, как это делает современная молодежь. И так как у нас на канале зрители разных поколений, и взрослые, и те, кто сейчас как раз учатся в 5-6 классе, вы можете проверить друг друга. Сейчас покажу, как это сделает взрослый и как это сделает ученик. Давайте так, условно разделим нашу аудиторию на тех, кому 25 плюс, и тем, кому 25 минус. И, кстати, вы же говорите, что математика не очень-то в жизни вам помогает. А вот здесь самое то место, где она вам поможет. Ну, познакомились вы с девушкой, спросите, сколько ей лет, вы же не можете. И вот благодаря тому, как она будет решать похожий пример, вы определите ее возраст. Как же поступит человек, которого мы отнесли к условной зоне 25 плюс? Если он увидит этот пример, он поставит равно, и, поверьте мне, нарисует общий знаменатель и напишет сразу же его. Вот так вот, 30, общий знаменатель. Далее пойдут дополнительные множители. Сюда двоечка, здесь 30 делим на 10, 3. И потом только пойдет числитель. 8 плюс 21 равно 29 тридцатых. Ответ готов. А что же делает поколение помладше? Они каким-то удивительным способом посчитают сходу, что дополнительные множители сюда, это будет 2, что дополнительные множители сюда, это будет 3. Напишут равно, напишут числитель, и только в самом конце напишут знаменатель. Ну, вы же понимаете, ответ-то будет один и тот же. И вот по этим отличительным особенностям тактики решения таких простых примеров вы и поймете, сколько вашему собеседнику лет. Ну, по крайней мере, приблизительно. Вопрос-тест. Надо решить вот этот пример. Так. Распоминается. Ничего страшного, тут другое вспоминяется. Я не знаю, правильно или неправильно. Ну, блин. Нет, все отлично. Это что-то новенькое. Правильно? Да, все правильно. Но это третий вид людей. Да, простят меня любители посложнее, но я еще один простой пример разберу, чтобы показать мой любимый подход в нахождении общего знаменателя. Что такое 18? Вспоминаем, как же можно его разложить на простые множители. Ну, 18, например, приходит в голову 6 и 3. 3, 6. Но, кстати, шестерку можно тоже расписать как 2 и 3. То есть вообще раскладываем на самые простые множители. 3, 2 и 3. Вот окончательный результат. Вот это наше 18. Что такое 15? Это 3 на 5. И уже мельче никак не раздробить. Далее. Все уже поняли, сколько мне лет. Пишем общий знаменатель. Собираем его из того, что есть у одного числа. 3, 2, 3. И дополняем тем, чего не было из второго. Тройка, она уже была. А вот пятерки не было, значит, мы сюда ее допишем. Дальше дополнительные множители. Для этого стало, было. Сравниваем. И все, что появилось новое в общем, пойдет в дополнительный множитель. Было 3, 2, 3. Новая пятерка. Поэтому сюда 5. А здесь 3, 5 было. И 3, 2 новая. Это шестерка. 7 на 5, 35. Плюс 6 на 4, 24. Равно 59. Ну и здесь 90. Вот наш ответ. А теперь посмотрим, как этот метод поможет легко справляться с общим знаменателем для алгебраических дробей. Мы не будем мелочиться. И слабонервным пятиклассникам просьба отключить канал. Мы сразу же прыгаем в 8 класс. И будем заниматься сложением вот таких вот двух алгебраических дробей. И вот здесь мой любимый метод нахождения общего знаменателя как раз срабатывает на ура. Помните, что мы делали? Мы раскладывали знаменатель на простые множители. Здесь мы то же самое проделаем вот с этим буквенным выражением. Мы раскладываем на множители. Или, если перевести на такой бытовой язык, мы сейчас будем делать скобки. Какие есть варианты? У нас всегда в запасе три основных способа. Это вынесение, формулы и группировка. Чаще всего группировка здесь не работает, потому что для группировки надо много слагаемых иметь. Поэтому по стандарту вынесение, и если не получилось, то формула. Что здесь? Вот тут а и тут а. Значит, можно сделать вынесение а. Остается 2а минус 1. С первым разобрались. Все, уже мельче вот эту скобочку 2 минус 1 мы не разложим. Здесь вынесение не сработает, нет тут повторов. Но зато это формула. Вот она, 4а квадрат, это квадрат какого-то выражения, и единица. Это тоже квадрат, то есть это разность квадратов. И теперь получается 2а минус 1 и 2а плюс 1. Так, предварительный шаг сделан. Теперь можно искать общий знаменатель. Принцип точно такой же. Рисуем дробную черту и собираем знаменатель по принципу. Один полностью выписываем. Вот он, к примеру, а, 2а минус 1. И дополняем тем, чего не было из второго. Вот эта скобочка, она уже была. А вот эта, это новая. Значит, мы сюда ее дописываем. 2а плюс 1. Теперь с дополнительными множителями разбираемся. Так же, как и с числами. Мы сравниваем. Стало, было. Было так, стало так. Что нового добавилось? Вот эта скобка появилась новая. 2а плюс 1. Значит, сюда она пойдет дополнительным множителем. А что здесь? 2а минус 1, 2а плюс 1 было. Вот они. Новое, только а. Сравнили и увидели. И только теперь мы будем писать числитель. 5 умножаем на 2а плюс 1. Потом плюс вот этот знак. 3 минус а в скобочках. И умножить на а. Тут скобку можно было не писать. После того, как мы записали числитель, мы можем раскрывать скобки и приводить подобные. Вот для числителя схема всегда одинаковая. Там не спешите умножать, только когда вы себе чувствуете силы, только тогда вы можете сходу глядя начинать раскрывать. Лучше записать перед глазами, когда видите, тогда меньше вероятность сделать ошибку. И после того, как записано, все раскрыть, все посчитать. Это техника для числителя. Раскрываем и считаем. 10а плюс 5 плюс, здесь а в конце стоит, но будет умножаться. 3а и минус а на а минус а квадрат. Знаменатель не трогаем. 2а минус 1, 2а плюс 1. Равно. Теперь здесь можно найти подобное. Вот минус а квадрат на первое место. 10а и плюс 3а плюс 13а плюс 5. Все, числитель готов. Знаменатель неизменный. Далее техника такая. Если получится, то надо в числителе попробовать как-то сделать скобки. То есть опять же разложить на множители. И если это получится, то тогда, если будет что-то сверху и снизу одинаковое, то можно будет сократить. Но вот в данном случае похоже, ничего больше не получается. Поэтому мы оставим это не трогая. И теперь еще один парадокс. Вот эти примеры в алгебре, это, наверное, для ученика самые первые сложные задания, многоходовые. Где для того, чтобы прийти к нужному результату и не допустить каких-то там ошибок, описок, надо все расписать от и до. Но когда начинаются вот эти задания, многие как-то умудряются от условия сразу прыгать чуть ли не в ответ. А в чем парадокс? Когда мы начинаем разбираться с такими реально сложными заданиями, чтобы не упустить проблемы со знаками, надо реально все расписать от и до. И многие ученики, не знаю, правда, как, от условия сразу как-то пытаются дать ответ. Написать вот этот вот общий знаменатель и сразу выдать числитель. То есть отсюда как-то пытаются сразу прийти сюда. А если даже самому подготовленному умному ученику даешь вот такое уравнение, 2х плюс 4 равно 4х плюс 6. И он начинает решать. Так и запишет. 2х минус 4х равно 6 минус 4. Здесь минус 2х равно 2. Х равно 2 разделить на минус 2. Или х равно 2 делить на минус 2. Х равно минус 1. Я не говорю, что это плохо, это все правильно. Но, извините, вот это как раз тот пример, где можно многое сделать сходу, в уме. Почему нельзя посчитать сразу 6 минус 4, что это будет 2? Почему нельзя сразу 2 минус 4 сделать и написать минус 2? Минус 2х. Вот в тех примерах, где реально можно считать в уме, многие расписывают все от и до. А в примерах, где действительно нужно было бы расписать каждую деталь, начинают экономить место. Примеры типа таких. Вот я вас умоляю, не надо это делать. Лучше вы там экономьте время, экономьте бумагу. А вот здесь распишите. Потому что даже на втором шаге, где начинаются какие-то знаки, можно сделать ошибку. А знаете, как легко учителю? Нашел ошибку во второй строчке и пример перечеркнул. Все неправильно. И сейчас последний пример, с помощью которого мы проговорим и закрепим все то, о чем мы говорили на сегодняшнем уроке. Нам надо сложить две алгебраические дроби. Как мы это будем делать? Мы найдем общий знаменатель. Но для этого первый шаг обязательно надо разложить на множители вот эти знаменатели. Вспоминаем методы. Вынесение формулы группировка. Вынесение здесь не получается. Формула. Да, вот она формула квадрат разности. x минус 3 в квадрате. С первым разобрались. Что вот здесь? 9 минус x квадрат. Опять же, вынесение тут не получается. Но это типичная формула. Это 3 минус x, 3 плюс x. Теперь мы будем находить общий знаменатель. Переписали то, что здесь, и дополнили тем, чего не хватает во втором знаменателе. Но тут надо немножко поколдовать. Вообще-то, x минус 3 в квадрате – это первый знаменатель. А здесь есть почти такое же, только вот 3 минус x. И если немножко поколдовать, то можно сделать из них что-то одинаковое. Если у нас есть две скобки, как бы похожие друг на друга, когда там внутри минус, и нам уж очень хочется поменять в этой скобке, скажем так, слагаемые местами, то есть не 3 минус x, а чтобы было x минус 3, или здесь x минус 3, а мы сделали бы 3 минус x, то тогда бы мы добились упрощения, и потом уже искали бы общий знаменатель. Либо здесь меняем местами, и минус вылезет вперед. Когда он вылазит здесь вперед, он как бы поднимается наверх и будет влиять на этот знак. Но есть метод похитрее. Из двух скобок, вы же выбираете одну, которую вы будете менять местами слагаемые, ориентируйтесь на те скобки, которые стоят в четных степенях. Вот я не буду делать вот эту дурость и менять вот здесь местами слагаемые, потому что я вижу скобку с квадратом. И под квадратом, если вдруг нам захотелось поменять местами слагаемые, даже если там внутри стоял минус, мы это безболезненно делаем, потому что, скажем так, квадрат гасит тот минус, который бы мы планировали здесь вынести. Я расписывать эту технику не буду, я думаю, что вам учитель на уроке это не раз говорил. Мы просто сразу же подпишем, что это то же самое, что и вот это. На множители разложили, теперь пишем общий знаменатель. Дробная черта, собираем общий. Пишем один знаменатель, к примеру, у первой дроби, вот он 3 минус x в квадрате, и дополняем тем, чего еще не было из второго знаменателя. Вот 3 минус x, все, оно уже было, больше не пишем. А вот 3 плюс x это что-то новенькое, значит, дописываем. Сравниваем. Стало, было. Что новенького добавилось? 3 плюс x. Значит, это сюда дополнительный. 3 плюс x. А здесь 3 минус x, 3 плюс x было. А у нас-то 3 минус x с квадратом, поэтому как бы еще одна скобочка лишняя, еще одна скобочка новая для вот этого знаменателя. Поэтому 3 минус x пойдет сюда. Ну и все. Сейчас начинаем умножать числитель на дополнительные множители. 3 умножается на 3 плюс x, потом пошел вот этот знак, плюс, потом вот это число, и вот это вот выражение, на которое мы домножаем. Готово. Следующий ход – это раскрыть числитель. Так мы делаем всегда. И приводим подобное. А там будь что будет. Дробная черта. 3 минус x квадрат, 3 плюс x. Это наш знаменатель. Его не трогаем. Открываем числитель. 9 плюс 3x плюс 18 минус 6x. Посмотрим подобное. 3 минус x квадрат, 3 плюс x. Здесь 3x минус 6x минус 3x. 9 плюс 18 плюс 27. Что еще можно попробовать сделать? На этом шаге максимально как-то разложить числитель на множители, если это получается, и попробовать сократить. Здесь что бы мы могли сделать? Наверное, вынести тройку или минус тройку за скобки. Вот если мы вынесем минус 3, остается x минус 9. Как себя проверить, правильно ли я что-то там вынес? Внести обратно. Если, раскрыв скобки, мы приходим на первоначальный уровень, то есть то, что и было, то тогда все сделано правильно. У нас все хорошо. Минус 3x плюс 27. Вот будет так. Но обратите внимание, ну разложили мы на множители. У нас разве сейчас что-то перекликается в числителе и в знаменателе? Нет. Поэтому больше ничего сделать уже не получится. И вот это уже хороший ответ для данного примера. Вот мы и справились. Ну что скажете? Полезен вам был этот видеоурок? Вроде тема такая простенькая, но я думаю, что она будет полезна и для пятиклассников, которые только начинают работать с обыкновенными дробями, и для восьмиклассников, которые вот эти дроби увидят в первую очередь, когда пойдут в восьмой класс, и для старшеклассников, потому что что греха таить? Постоянно ошибки именно в этих заданиях они и допускают. С вас лайк, с меня новая задача на следующей неделе, а чтобы ее не пропустить, кликайте на колокольчик. А я пошла. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok